В Тамбове стартовали мероприятия, посвященные 24-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Глава Тамбова Алексей Кондратьев вместе с ветеранами боевых действий со всего Черноземья посетил Музей памяти жертв Афганской войны. Музей воинов-интернационалистов имени Владимира Семенова существует уже более 25 лет. В его коллекции несколько сотен экспонатов, которые хранят память о тамбовчанах, погибших во время боевых действий на территории Афганистана. Первым экспозицию оценил глава областного центра Алексей Кондратьев, к слову, тоже служивший в Афганистане. Если говорить о впечатлениях, я потрясен до глубины души. Вот то, что сегодня придали новый глоток воздуха этой замечательной экспозиции, этого музея, конечно, потрясает до глубины души. Я вот, знаете, такое ощущение, что вернулся на 20 лет назад, вот, окунулся в ту эпоху, настолько достоверно передана та вот именно обстановка тех лет. Ветераны Афганской войны с интересом рассматривали экспонаты, кто-то узнавал на фотографиях себя, сослуживцев, кто-то вспоминал события тех дней, о которых участники боевых действий вспоминать не любят. Ну, не так говорить. Ну, врать не хочется и правду говорить не охота. Музей воинов-интернационалистов находится в здании 2-го корпуса 13-й школы, бывшей 34-й. Любой желающий может посетить его абсолютно бесплатно. Сейчас в областном центре проживают 19 семей, потерявших своих близких в ходе афганского конфликта. Руководство города организовало встречу с вдовыми и родителями погибших военнослужащих. В неформальной обстановке представители органов власти ответили на интересующие вопросы матерей и вдов военнослужащих, которые выполняли свой долг в Афганистане. Все пожелания руководства взяло под личный контроль. Также Алексей Кондратьев выступил с предложением создать единый онлайн-мемориал погибших солдат. Чтобы была электронная база, как отдельный электронный сайт. И на этот сайт мог любой зайти и по каждому нашему товарищу, ушедшему, воевавшему, найти любую информацию. Где он служил, каким он был.